Тегельчанкам, родившим первого или второго ребенка в 2018 году, начали выплачивать дополнительные ежемесячные пособия. Напомню, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил расширить меры поддержки молодых и многодетных семей. В рамках проекта были предусмотрены регулярные выплаты пособий и средств маткапитала. Слух пошел об этом, я начала уже искать информацию более подробную по этому поводу, потому что меня эта новость заинтересовала. Для нас она актуальна уже была на конец 2017 года. Сами понимаете, при рождении одного ребенка материальные траты увеличиваются в семье, при рождении второго ребенка не только траты увеличиваются, но и возможности финансовые уменьшаются в связи с этим. Добытчик в семье остается муж, особенно когда полтора года проходит после декрета, и очень даже неплохо, когда государство таким образом может помочь семье. В пенсионном фонде отмечают, заявления на получение выплат материнского капитала начали поступать не сразу, поток желающих начал расти. Для получения должны быть соблюдены всего два требования – ребенок, родившийся в этом году, и уровень доходов не выше полуторакратного пожиточного минимума на каждого человека в семье. Вы знаете, что ежемесячная выплата выплачивается женщинам, родившим второго ребенка после 1 января 2018 года. Ежемесячный доход семьи на каждого члена не должен превышать 15 979 рублей 50 копеек по 418 федеральному закону. Вы должны предоставить справки с места работы за 12 календарных месяцев до подачи заявления. От момента подачи заявления до первых поступлений по расчетам специалистов проходит обычно 40-45 дней. После этого молодая семья в течение полутора лет может рассчитывать на получение прибавки к доходам в размере чуть больше 10 тысяч рублей ежемесячно. Субтитры создавал DimaTorzok